И заходите после ужина ко мне в коморку. Я надеюсь, он вам в глаше не будет пёхать. А перед началом этого видео попрошу поставить лайк и написать любой комментарий. Это поможет в продвижении канала. Спасибо! Всем привет! Вы на канале Ньюфплей и сегодня мы будем продолжать проходить дубликат. Погнали. Пока памятник разглядывал, площадь совсем опустела. Пора таки идти в библиотеку. В библиотеке меня ждал сюрприз. Нет, не со стороны Жени. Тут всё было как обычно. Не знаю когда, но славяна здесь побывала. Я рад, хотя бы тому, что она выскочила из череды этого бесконечного повторения. Очень я, оказывается, боялся, что её в моё присутствие опять затянет в этот двухстадийный кошмар. А ещё, судя по меткам в этом лагере, нич... просто не страничка в трудах философа. А стена в соцсети какая-то. Что? Незаметно глажу пальцем автограф славяны. Аккуратно ставлю книжку на место. Интересно всё же, как между собой общались славяна и её местный аналог. Заходит Лена с книжкой, всё та же Маргарет Митчелл. Лена всё так же вскидывает руки к лицу, всё так же говорит тихим голосом, всё так же легко краснеет. В общем, ничего нового. Обстановка, прямо скажем, для меня новая, а люди те же. Надо бы похвалить книжку, но опасаясь возможных отдалённых последствий. Выходим вместе с Леной из библиотеки и расходимся по своим делам. Кто куда, а я в столовую. Ёб твою-то мать. Здрасте, вы ведь не прогуните меня голодным. Ч-что? Сэра, вы не антибусоса, юноша. Не стоите в дверях, проходи... заходите. Чё? Нет, про двери я понял. Сажусь в дальний угол. Странно, но здешняя кормёжка отличается от того, что я ел в совёнке до сих пор. Вроде всё те же стандартное блюдо, но вкусно. Или после консервов, или... я не знаю, душа в них чувствуется, что ли. Смотрю на мелькающую в окне раздачи знатока латыни. Мы пересекаемся взглядами и хекиваю ей в знак благодарности. Повариха внимательно смотрит на меня. Меняет на мгновение суровое выражение лица на ответную улыбку. Пожалуйста, мол. Опять суровеет и закрывает окошко. Что-то мне её мгновенная улыбка напомнила, но не пойму что. Поел, тщетно подождал Ульяну, нет её. Или раньше приходила, или спит. Не то, чтобы хотел ей персов компот насыпать, но вопросы к ней были. В кружке кибернетиков было интересно. Интересно было то, что меня в него записаться не приглашали, а скорее даже наоборот. Ты ведь не собираешься к нам записываться? Нет, я только обходной. Хорошо, хорошо. Давай его сюда. И, ребят, если мне что-то для спортзала сделать нужно будет, вы поможете? Конечно, конечно. Держи, обходной. Пока. А ещё вызывал интерес верстак, накрытый одеялом. Что-то от меня явно прятали. Остаток сумасшедшего дня прошёл тихо и спокойно. Поужинав, пионеры кучковались около столовой. Не знаю, может и с целью в карты поиграть. Алиса с Ульяной меня явно избегали. Я, сославшись на дело в спортзале, ушёл к себе. Запер спортзал изнутри на ножку от стула и завалялся спать сразу после ужина за двое суток разом. Ещё не выспался! Утром третьего дня я проснулся рано и лежал в постели, составляя график на сегодняшний день. Что у нас там сегодня? Уборка лагеря, спортгородок, очевидно, поручат мне убирать с малышами и в конце дня дискотека. А мне нужно попасть в библиотеку или со славей «Простите, Сашей» после обеда, или вместо дискотеки с Ульяной. Учитывая личность, Саша первая сомнительна. Вздыхаем. Значит, придётся ругаться с Ульяной и убирать в столовую. Ну, может, она и к лучшему. Линейка «Завтрак» перед линейкой беру инициативу в свои руки и напрашиваюсь на уборку спортгородка. Во главе роя мелюзги идём на спортплощадку. Там распределяю роли и обязанности. В том числе и для себя самого. Как ни странно, но мне это нравится. Тем более, мелюзга здешняя, на первый взгляд, ничем не отличается от людей. В отличие от ребят постарше. Работы не так много и заканчивается она довольно быстро. Стою, любуюсь результатом. Кто-то дёргает меня за рукав, оглядываясь в мои вчерашние зайца. Семён, а когда мы начнём играть в футбол? Ведь и верно. За эти три дня меня никто не расшифрует. Что-то из своей практики я ещё помню. Так почему бы и нет? Набираю в грудь воздуха и делаю объявление. Кто хочет научиться играть в футбол, подойдите ко мне! Желающих набирается девять человек. Объявляю им, что завтра начнём заниматься по-настоящему. А сегодня проведём пробное занятие. Кто после этого до завтра не передумает, тех запишу. После этого запускаю команду футболистов на разминку. А сам отдаю зайцу Серёжу ключ от спортзала и отправляю их с Оксаной за мячами. Вот у меня уже и любимчики появились. А кстати, что же я им покажу после разминки-то? Сомнения мои разрешают Ульяна, появившаяся с компанией ребят постарше. Появляется и сходу предлагают сыграть с ними. Всё-таки общий сценарий написан для всех лагерей. Сказано, Ульяне играть с Семёном на третий день, значит будет играть. И ещё, это единственный лагерь, когда Ульяна появляется в обществе ровесников. В остальные дни она либо со старшими, либо сама по себе. Ну, не буду на этом останавливаться. Поиграли. Первый тайм я не вмешивался, а просто приглядывался к своим футболистам. Как ни странно, но два гола они умудрились забить. Второй тайм сам вышел на поле. Ульяна тут же потребовала удалить из моей команды четверых игроков. После торга сошлись на удалении двоих. Добровольцев на удивление не нашлось, поэтому тянули травинку. Проигравшие о жребии едва не плакали. Пришлось порыщить им внимательно следить за игрой, с тем, чтобы потом мне всё рассказали. Ульянка отчаянно не хотела проигрывать, но ов. Всё было как положено по сценарию. Проиграла. С тем и пошли на обед. Конечно, вон у тебя ноги какие длинные. Да и из поля ты специально самых слабых удалил. Я-то знаю, кто как играет. Ты сама травинки обламывала и сама держала. Кто короткое вытянул, тот и вытянул. Всё равно это жольничество. Я должна была сама выбрать, кого из вашей команды удалять. Всё же общие отношения ко мне у неё чуть смягчилось. Я уже не враг народа, только подозреваемый в тяжком преступлении. Так, обсуждая игру, мы оказываемся за одним столом. Всё равно мелкие хорошо играли. И против нас не побоялись сыграть. Играть они действительно не побоялись. Но если от ваших игр кто-то из них хоть как-то пострадает, то я очень строго накажу тех, кто их в это втянул. И тут Ульяна ожидаемо вспыхивает. Неправильно это использовать в своё знание сценария цикла. Но иначе мне в библиотеку просто так не попасть. Обязательно найдётся какая-то причина, чтобы меня туда не пустить. Ты... 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 Ничего не понимаешь и не знаешь! Ульяна взрывается и через стол бросается ко мне. Перехватываю её руки, а она пытается ударить меня головой. И достать под столом ногами. В ходе борьбы столик опрокидывается и все тарелки оказываются на полу. Достается и соседним столиком и пионерам, сидящим за ними. Сидящим за ними. Я только отбиваюсь, а Ульяна всё ещё продолжает на меня нападать. Этим танцем мы, наконец, привлекаем внимание Ольги Дмитриевны. Ну и что это всё значит? Вчерашнее наваждение давно прошло. И оставаться в компании Ульяны больше необходимого у меня нет ни... В компании Ульяны больше необходимого у меня нет никакого желания. Поэтому вину я беру на себя. Прошу прощения, Ольга Дмитриевна. Мы несколько эмоционально поспорили о сегодняшнем футболе. Это полностью моя вина. И я всё тут беру сам... И я тут всё сам уберу. Нет, убирать будете оба! После крохотной паузы решает Ольга Дмитриевна. Ну, оба так оба. За уборкой молча распределяем роли. Я таскаю битую посуду и протираю столы. Девушка моет пол. Друг друга избегаем и стараемся взглядами не встречаться. Разговариваем коротко и только по делу. Наконец, всё прибрано. Если планируешь украсть конфеты, то я конфетам не сторож. А тебе не помощник. Ульяна возмущенно фыркает и города выходят из столовой, ни слова не говоря. Ведь мне с ней в библиотеку ещё вечером идти. А я иду на кухню, чтобы позвать повариху и извиниться ещё раз. Повариха зычно командует всеми своими двумя помощницами и выглядит весьма впечатляюще. Если не сказать угрожающе. И не поверишь, что это всего лишь маленькая и сухонькая старушонка. Она выходит в зал, окидывает взглядом поле недавней битвы, возвращается, недобро смотрит на меня и собирается что-то сказать. А я действую на опережение и глядя ей в глаза, говорю. Вы уж простите, Баба Глаша. Не ожидал я от Ульяна настолько бурной реакции. Я вспоминал со вчерашнего дня, где я видел эту повариху. Где я видел эти мгновенные переходы от суровости к улыбке и обратно к суровости. Но вспомнил только это заглазное прозвище Баба Глаша. И точно знаю, что под кажущейся суровостью прячется очень добрый человек. Баба Глаша вздрагивает, долго смотрит мне в глаза, а потом уже совершенно неожиданным тихим голосом говорит. Надо же, остались люди, кто еще помнит. Ставлю вам зачет, студент, и заходите после ужина ко мне в комарку. Я надеюсь, он Баба Глаша не будет пехать. Блядь. Глава четвертая. Сессия. До ужина еще час. Неплохо бы просто прогуляться. Стою на крыльце. Выбираю направление. Вспоминаю, что проигнорировал в тот раз... Эээ, что... Блядь. Вспоминаю, что проигнорировал в тот раз музыкальный кружок, эстраду и медпункт. Все равно нужно и с Мику, и с местным аналогом Виолы познакомиться. Уже вывел у себя теорию, что среди пионеров есть фоновые персонажи, как их большинство. Есть, скажем так, средние, вроде девочек или вожатой. А есть весьма примечательные личности. Кажется, здешняя Баба Глаша тому пример. И, похоже, знакомая мне Виола из таких. Но третьей категории мало. Один-два человека на несколько лагерей. А большинство как раз из первой. Вот и здешний доктор меня не порадовало. Здрасте. Блядь, Виола, шо с тобой случилось? Здрасте. А занозу можете вытащить? А то пострадал при наведении порядка на вверенной территории. Равнодушно протерла спиртом, равнодушно вытащила занозу, равнодушно прилепила пластырь. Если что, обращайся. Даже раздеться не предложила. Не тебе раздевайся, пионер. Не тебе изысканных недомолвок и иносказаний, когда не поймешь. Это тончайшие намеки или все-таки нужно понимать, как сказано. Так в портрете некоторое внешнее сходство присутствует. И все. Подошел к сцене. Сцена пустая. Гитара в углу прислоненная. Я огляделся по сторонам. Хозяйки нет. Да и вообще никого нет. Поднялся на сцену и уселся в уголке на стул. Сижу, струны перебираю. Вспоминаю тот концерт в первом совенке. Настроение совершенно грустное. Что-то рассыпается вокруг меня и лагеря. И лагеря болеют. И их обитатели меняются. Причем не в лучшую сторону. Интересно, как дело сейчас в первом моем лагере? Никто там на моем месте. И вообще, я в этом лагере всего третий день устал, как за все предыдущие циклы. И ведь главное, ни черта же непонятно. К чему вся эта война? К чему мне арбалетный болт в позвоночнике? Кстати, я таки не выяснил, чей это персональный подарок. Зачем отстреливать Семенов? Зачем рисковать и подставлять мелких? Да, куча вопросов. И, кстати, кто такая Баба Глаша? Ладно, хватит ныть. Вышел на дорогу. Так глупо останавливаться. Еще пора аккорда. Выставлю гитару, где стояла. На ужин пора. А вы неплохо играете. Поднимаю глаза, Алиса. Удивительно тихая и вежливая. Хотя, как раз неудивительно. Как раз нормальный для нее перепад настроения. Еще бы я плохо играл. Сама же меня и учила. Успокоились ваши бунтарчества. Давай уж на ты, если не на спортплощадке. Ты извини меня за вчерашнее. И за другое. Тоже. Прости. И убежала. А за что еще? Вот тебе и раз, подумал Штерлиц. Если я правильно понял, то теперь я знаю, кто так метко стреляет из арбалета. Я на вторую рыжую грешил. Пора ужинать. Подсаживаясь, как положено по графику, к кибернетикам. Все равно других свободных мест нет. Ну, как дела? Более-менее. А твои как? Ну, что мои. Спортплощадку прибрали. Столовая чистая. Ульянка злобная. А ты на танец ее пригласи, чтобы пободрела. Пасибочки. Я с ней за обедом уже вальсировал. Кажется, все видели. Ага, смотрелось неплохо. Так и поужинали, маскируя подозрения разговорами ни о чем. Мне пришло время идти на аудиенцию к бабе Глаше. Непонятно почему, но чувствую себя как перед первым экзаменом в первую сессию. Выжидаю двадцать минут после ужина и иду сдаваться. А куда сдаваться? Представления не имею, где обитает бабуля. Подождал на крыльце и вернулся в столовую. К счастью, баба Глаша никуда не ушла. Приглашали? Я пришел. Сюда. И правильно. Что вам у старуки в гостях делать? Повариха листает альбом с фотографиями, который при моем появлении захлопывает и откладывает в сторону. Подождите, это Славя типа будет или что? Подождите здесь. Бабушка скрывается в глубинах кухни, а я временно остаюсь в одиночестве. Старомодный в красном бархатном переплете. Альбом призывно смотрит на меня. Может быть его и оставили здесь специально для меня. Подхожу к столу, осторожно касаясь пальцами металлического медальона на переплете. И понимаю, что альбом категорически не принадлежит этому месту и времени. И никогда не принадлежал. Слишком тяжело бороться с искушением. Прислушиваюсь на кухню, шамит вода и бренчит что-то металлическое. Стыдно подглядывать в чужую жизнь, но я ничего не могу поделать. Открываю альбом где-то на середине. Вот молодая девушка в белом платье с высокими плечами. Наверное, ровесница меня нынешнего. Вот она же, но постарше уже лет на пять. А с ней рядом парень. Высокий, слегка сатулый, в круглых очках, в белой рубашке и пиджаке. А вот она еще постарше, где-то под тридцать. С букетиком земляники в руках. О-о-о-о-о. Си... Да, земляники. Блядь, как выглядит букетик земляники? Сидит на горизонтальном стволе березы. И обнимает ее за плечи все тот же парень. Милые семейные фотографии из серии, когда бабушка была девушкой. Но вот за спиной у парочки виден так хорошо знакомый мне железнодорожный мост. И я понимаю, что фото сделано на острове Ближнем. И до возвращения Бабы Глаши успеваю разглядеть еще одно фото. Точнее, открытку. Главный корпус МГУ. А по диагонали надпись. А вот какая там надпись мы узнаем уже в следующий раз. На этом на сегодня все. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok